Всем привет! Вы на канале Взрослый Коллекционер, меня зовут Сергей, а на обзоре у нас сегодня Барбикул Таймс. В последнее время это стало традицией записывать ролики без Владимира, так как он у нас человек рабочий, но весь монтаж будет на нем и в конце, я думаю, он присоединится к нам, чтобы поставить оценку для этой красотки. И так как я сегодня один, я решил выбрать куклу без какой-то обширной истории, но довольно-таки яркую и интересную. Итак, кукла 1989 года, и эта коллекция была довольно-таки жирная, потому что здесь участвовала не одна Барби, здесь также присутствовали все ее подруги и, конечно же, Кен. Об этом мы поговорим чуть позже, так как они изображены на задней части коробки, а пока мы рассмотрим переднюю ее часть. И так как кукла на тот момент является игровой, производитель, соответственно, сделал сноску о том, что до трех лет детям играть в нее не рекомендуется. Тут же мы видим логотип Барби, с другого боку мы видим надпись о том, что у нас будет мороженое и, внимание, скутер. Далее за окошко мы видим саму Барби, а чуть ниже имеется название серии Кул Таймс Барби. И лозунг, я бы даже сказал, девиз этого выпуска «Друзья, еда, мода, веселье». Вот на этих четырех китах, собственно говоря, и будет держаться наш сегодняшний обзор. По бокам коробки. С одной стороны она скучна, и там имеется штрих-код. А вторая боковинка коробки рассказывает нам опять, что это серия Кул Таймс Барби. Показывают нам две фотографии Барби, где она пробует, видимо, свое мороженое. И на второй фотографии она уже катается на скейтборде. И имеется переписка, что есть мороженое в наборе, а также есть скутер, который превращается в скейтборд. Представляете? И также имеется переписка, что самостоятельно кукла не может стоять на скейтборде. Ей обязательно понадобится ваша помощь. Верх и низ коробки одинаковые. Здесь нам указали серию Кул Таймс Барби. Особый интерес у нас вызывает задняя часть коробки. Здесь как раз изображены все персонажи этой серии. И кто за что, как говорится, отвечает. Митч, например, отвечает за попкорн и Пого Стик. Пого Стик это такая палочка, на которой прыгали. Она ушла в лету, поэтому про нее мы уже, наверное, мало кто помнит. Тереза отвечает за гамбургеры. И также у нее в комплекте идет скакалка. Кристи отвечает за хот-доги и у нее в наборе мячик. А вот Кен отвечает за пиццу и в наборе у него был воздушный змей. И указано, что каждый день для них это особое веселье для Барби и ее друзей. А также пометка собери их все. Кукла произведена в Малайзии, а скутер в Гонконге. 1988 год производства. Ну вот коробку худо-бедно мы рассмотрели, поэтому я предлагаю доставать Барби. Доставать ее буду снизу. Подтянув ее за задник. Тут же распакую все ништяки. Как и полагается, для кукол восьмидесятых там шло много ништяков. Но сразу сделаю небольшой спойлер. Нам немножко не повезло. Во-первых, там шел плакат. Но открыть я его не могу, так как он склеился. Скорее всего, это произошло от времени. Но могу сказать, что основная реклама этой брошюры была Барби Суперстар 1988 года. Также в комплекте шли такие ништяки, как дополнительные аксессуары на перфорации. Но половину из них, к сожалению, нам испортил вот этот вот купон на подписку журнала ЕС. Так что использовать мы его тоже не сможем. Ну и, конечно же, была гарантия на 90 дней. Гарантия также является инструкцией по сбору всех ништяков, которые шли с куклой. И вот такое предупреждение о том, что кукла содержит мелкие частички. Не всем можно пользоваться. Ну, слава богу, основная часть у нас в порядке. Это ништяки, которые уже идут непосредственно к самой кукле. Ее расческа классического вида. Ботиночки белые. Мороженое, которое может разделяться на две части по непонятным мне причинам в инструкции, это указано тоже. И имеется какая-то дырочка сверху, хотя трубочки я специально не нашел. Ну и, конечно же, главное, скутер. Скутер, который не имеет колес. Тут только лишь имитация. Но мы все равно попробуем прокатить на нем Барби. Ну и пришло время, наконец-то, обратить внимание на саму куклу. И сразу скажу, что она отличается от фотографий, которые использовали на коробке. У нее совершенно другая прическа и даже макияж совсем другой. Поэтому, что задумал производитель, мне непонятно. Так как в рекламе снималась именно героиня вот такого вида. То есть, именно эта кукла там принимала участие. Видимо, изначально она должна была быть немножечко другой. Итак, волосы у куклы. Это, конечно же, платиновый блонд. Конечно же, они длинные. Волосы собраны в прическу. Это два хвостика. Кстати, нужно дать должное, резинки не рассохлись. И у нее очень объемная, густая, подкрученная челка. Выглядит она просто как тренд того времени. Прошивка, безусловно, густая. Макияж у куклы довольно-таки скромный. Но при этом все, что нужно, здесь имеются. Губы цвета Bubble Gum. Конечно же, ее белозубая улыбка. Глаза имеют подводку синего цвета. Синие ресницы. Даже тени на подвижном веке синего цвета. И слегка оттенили сами веки такими розоватыми тенями. Радужка глаза у куклы имеет два оттенка. Это голубой и фиолетовые цвета. Ну и, конечно же, светлые брови. Что говорит она о том, что она настоящая блондинка. Кукла одета в очень интересный наряд. Я бы даже сказал, модный. Но не каждая девушка, наверное, бы его использовала даже в те времена. Здесь используются как раз яркие розовые цвета. Состоит он из курточки Болеро. Вторая его часть это пышный сарафан, короткий. Который, кстати говоря, закреплен при помощи кнопки. Под сарафаном, кстати говоря, для пышности имелся фатин. Ну и кукла остается перед нами в таком наряде для шейпинга. На ней белая синтетическая футболочка а-ля топик. На которой имеется наклейка в виде мороженого. Все-таки это ее основное настроение. Быть с мороженым. Который также закреплен при помощи кнопки. Безусловно, гетры. Здесь они три колор. Голубые, белые и розовые. И велосипедки в белый горошек. Обратите внимание, здесь имеется опять несоответствие промо-фотографии. Так как на промо у нее леггинсы разделены на две части. Полоска и горох. А в оригинале мы имеем только горошек. Ну и совсем немного хочется сказать про аксы Суара. Они, кстати говоря, необычные. У нее здесь очень массивные серьги-дощечки. Я их так назову. С голограммой, на которой как раз изображено то самое мороженое. Серьги держатся при помощи гвоздиков. Гвоздик сделан в виде квадратиков. Внутри которого находится ромбик. Точно такой же, как и гвоздик. У нее колечко на руке. Молд лица у куклы Супер Стар. А молд тела Твист и Терн. Соответственно, имеет шарнир в талии. Ручки согнуты на 90 градусов. Отводятся в сторону. И проворачиваются вокруг своей оси. Голова подвижная. Имеет наклоны вперед-назад. Также в стороны. И поворачивается. Ножки куклы резиновые. Сгибаются на два щелчка. Итак, будем баловаться ништяками. Для этого нам нужно установить ноги кукол в специально отведенные дырочки. Ю-ху! Закрепить руки в держателе. Что-то мне кажется, что все это нерабочее. Только если катать ее вот так. Давай, Барби, веселись от всей души. Вместе с своими друзьями. Это так забавно. This is cool times, Барби. Fun and fashion, я бы сказал. Ну, я уже молчу про то, что из этого можно сделать скейтборд. И, в принципе, она сама должна отталкиваться. Такая немножко. Барби неумеха. Получилось. Слушайте, наверное, детям было весело. Коктейль мороженое, к сожалению, в руки не дается. Так что производитель вообще непонятно на что рассчитывал. Ну, есть и есть. Здорово. Вот и рассмотрели мы Барби Cool Times. Хочу сразу сказать, что я ее все время путал с Барби All Stars. Что не мудрено, потому что они примерно в одном стиле выпущены. Нам, кстати говоря, эту куклу дали на обзор. Маша Барби History, за что огромное спасибо. Такие у нее еще, я знаю точно, есть. Есть также и All Star, про который я говорил. И много-много-много-много других ретро и современных Барби. Поэтому, если что, обращайтесь. Ну, а свое мнение и оценку я скажу следующее. За то, что эта кукла не очень аутентична, я, наверное, поставлю ей 8 баллов, так как все это красиво, прикольно, и для детской игры, наверное, просто великолепно. Но для взрослого коллекционирования ну, чуть-чуть детсковатый и чуть-чуть ни о чем. Вот только в качестве воспоминаний, у кого, может быть, в детстве такая была, это было бы роскошно. Поэтому 8 и точка. Не ожидали? А вот и Владимир. А мне все-таки кукла больше понравилась, чем Сергею. И поставлю я ей 9 баллов. Небольшой для меня минус за волосы. Ну, не люблю я такие воздушно-пушистые волосы. Хотя у Барби 90-х большинство таких. Ну и ладно. А так, кукла очень даже в духе конца 80-х, начало 90-х. Очень порадовал ее аутфит, а точнее даже многофункциональный снаряд, что каждый элемент одежды отдельный и можно чередовать. Ну и много всяких ништяков было, что очень круто. Ну, конечно, могли бы скутер настоящие колеса сделать и придумать, чтобы она была устойчивая на нем. Тогда бы точно кукла была бы 10 баллов. А так, всем любителям кукол Барби 80-х, 90-х очень рекомендую для коллекции. Я считаю, надо брать. Больше мне добавить особо нечего, поэтому на этом я с вами прощаюсь. Не забывайте подписываться на наш канал и также на другие наши соцсети. Ссылка будет в описании. И я говорю вам пока. Пока! А? А? И? Здесь написано или нет? Бл-бл-бл-бл. Мне нужно по сценарию что ли писать? Как Володенький дословный. Да. Плакат, который не очень хорошо сохранился. Но я надеюсь, что я сейчас его распакую и все с ним будет хорошо. Нет, не хорошо, он почему-то склеился. В общем, поверьте, он был очень интересный когда-то, но... и... 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok